Главные тезисы Народного Веча в администрации Первомайского района озвучивают депутаты Палаты представителей Вера Широкой и Ирина Рынейская. На противоположном фланге представители сферы образования, руководители дошкольных учреждений. Здесь участники диалоговой площадки затрагивают разные темы. Медицину, экономику, строительство многопартийной системы, повышение уровня жизни и рождаемости. Государство для человека. Бренд Беларуси. Республика Беларусь является по рейтингу материнства. 25 место занимает среди стран, благоприятных для материнства. Я думаю, что это большой показатель. У нас увеличилась продолжительность жизни. 74,5 лет. И это тоже говорит о том, что качество, наверное, и уровень жизни, качество работы медицины сказывается на продолжительности жизни нашего населения. На сегодняшний день по индексу Doing Business по итогам 2020 года экономика Республики Беларусь заняла 49 место из 190 стран. И все-таки темой номер один становится развитие системы образования. В частности, специалисты обсуждают изменения в профильном кодексе. Например, в микрорайонах с массовой жилой застройкой могут изменяться нормы комплектования дошкольных групп. Особенно это важно для многодетных. Безусловно, ничто не стоит на месте. Хоть образование как сфера более, наверное, такая консервативная, нельзя рывками менять что-то и очень быстро это делать. Вместе с тем мы должны с вами совершенствовать. Что касается самого кодекса об образовании, то документу после всех обсуждений предстоит пройти два чтения. Еще ряд необходимых процедур, и только после официального опубликования он вступит в силу. Ну а работа диалоговых площадок продолжается по всей стране. Задача делегатов ВНС – донести концепцию Народного собрания до каждого белоруса. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.